Дмитрий Канарский Посмотрим небольшой опрос николаевцев, как же они отреагировали на то, что нет соцсетей любимых. Смотрим. Нет. А чему? Ну, это же не украинский сайт. Мы перейшли на Facebook, на Instagram. Конечно. А как? Обходите? VPN. А почему продолжаете пользоваться? Потому что это популярная сеть в Украине. А если честно, я не слышала про такие программы, но с удовольствием у своих знакомых, родных, интересуюсь. Я лично поддерживаю. Поддерживаю, потому что нам нужно что-то свое, або хотя бы мы знаем, сколько было разов, например, взломать страницу в ВКонтакте. Это не новина для каждого, очень много. И это очень легко, взломать страницу в социальных сетях, именно в ВКонтакте. Facebook больше защищен, поэтому и больше надежный. И как ты обходишь заборону? Тоже через программу VPN. Я не думаю, что здесь запрещено это, так как, ну, это социальная сеть, она никакого вреда не наносит. Нет, ну почему? Мы зарегистрировались так, чтобы с группой было общаться с преподавателями в Facebook, в Вайпере общаемся. Ну, а так, чтобы, но контакт мы не просим. Соцмережі так и залишаются основным способом звязку користувачів. Вони не осведомлюють причин цієї заборони и задля спілкувания обойдуть будь-якое блокование. Уже во время просмотра сюжета появлялись коментарии. Я предлагаю их уже озвучить по поводу мнения жителей нашего города, оно правильное или нет? Ну, я не могу утверждать, что оно правильное или неправильное. У каждого своё, и его нельзя оценивать. Но моё личное мнение, что совершенно неправильно думать, что эти соцсети, они являются только источником музыки, там, какого-то видеоконтента и общения. Они, к сожалению, являются также, и они полны трекеров, так называемых. То есть, это отправка данных о пользователе, о его устройстве разнообразных. И я как-то сравнивал недавно. Так получилось, что ВКонтакте почему-то около 20 трекеров, то есть отправляют в 20 разным адресатам информацию о пользователе. А тот же Фейсбук ничего, ни одного не отправляет, потому что он действительно нацелен на социальное какое-то общение и не более. Поэтому это, поймите, это так, верхушка айсберга. То есть, пользователь видит, вот один из людей сказал, что она безвредна. То есть, я считаю, что это не так. И наши военные это могут подтвердить, которые в зоне проведения АТО в 2014 году пользовались сетью, продолжали по инерции пользоваться. И, к сожалению, на них потом, благодаря этой геопозиции, которую сдавал его смартфон, на них потом наводили и грады, и всё такое. Поэтому это нельзя говорить, что оно там безопасно. Если мы говорим об использовании программ, как их называют уже в народе просто VPN, безвредно или нет их использования, или какой вред может нанести компьютеру, либо личным данным? Никакого вреда оно не нанесет. Дело в том, что просто это не очень удобно, потому что вот этот туннель, который организовывается в какую-то другую страну, и оттуда трафик уже качается для нас, для пользователей, получается просто элементарно нету той скорости, на которую мы рассчитываем, поэтому через VPN будет медленно. VPN в большинстве случаев платный, он может быть бесплатный там первое время, потом всё-таки платная услуга. Для некоторых людей, для которых важно, из какой страны они это делают, но это тоже не очень удобно сделать, потому что там как-то может в случайном порядке выбираться страна, поэтому этот, скажем, костыль такой временный для тех людей, которые им нужно спрыгнуть с иглы, но поверьте, они спрыгнут всё равно, потому что среди прочих равных условий человек всегда выбирает то, что проще, а проще со временем станет ресурс там тот же Facebook, как заменитель ВКонтакте, как есть уже масса каких-то сторонних приложений там для прослушивания музыки, люди просто начали сейчас этим заниматься, потому что весь мир как-то живёт без ВКонтакте, а мы, бедные, не можем. Сможем, поверьте, это просто вопрос времени. Если говорить об использовании VPN, например, с мобильного интернета, стратегии, правда или нет то, что используется больше трафика, то есть, например, если 4 гигабайта раньше на месяц хватало, то сейчас использование VPN это будет на полмесяца. Не совсем так, просто у многих операторов связи мобильной доступ к соцсетям был бесплатным, то есть, вы качали столько же информации, но просто вам не тарифицировалось. Сейчас, если к этим соцсетям доступ остался бесплатным, но VPN с ними нельзя, и мы в обход это делаем, то это обычный трафик считается, поэтому он очень быстро съедается, и поэтому, собственно, люди переживают. Как быть, если мы используем VPN на компьютере? Вот лично у меня была большая проблема, то, что поисковик Google начинал сначала с капчи, а потом просто заблокировал аккаунт. Вы ничего с этим не сделаете, потому что у Google есть такое ограничение на количество одновременных запросов с одного IP-адреса. Если очень много людей через VPN ходит на Google, то Google видит, что тот сервер, который организовал это соединение, через который мы все идем, с него очень много одновременных запросов идет, и он блокирует этот сервер, он не вас блокирует. Поэтому он сначала вам предлагает определиться, робот вы или человек, вы определяете, что человек, но после этого все равно идет множественные запросы, и он их блокирует. Это такая политика. Как быть, опять-таки, с тем же, что сейчас даже в социальной сети ВКонтакте, если заходишь, то предлагают воспользоваться сторонними браузерами, которые непонятные происхождения? Очень не рекомендую, потому что эти браузеры делаются специально с той целью, чтобы вытягивать информацию с пользователей. Возможно, они внесут какие-то вирусы еще в компьютер. То есть это, я напомню, у нас наша страна, она в состоянии войны, де-факто, с другой страной. И поверьте, то, с какой энергией они бросились на защиту вот этих 25 миллионов пользователей, которые сейчас продолжают жалеть о ВКонтакте, то это говорит лишний раз о том, что мы все правильно сделали, поэтому нужно стараться этого избегать. Браузеры не нужно использовать те, которые сам ВКонтакте предлагает, Яндекс там и так далее. Желательно просто отказаться от пользования, потому что альтернатива есть. Даже та же пиратская продукция, ее действительно все еще полно в интернете, так что можно искать. Одним словом, процитирую опять-таки вас, что это определенный и костыль на определенное время, и все-таки придется отказаться. Со временем эта услуга может быть приватной, либо вообще принести вред информации. Да, да, я просто хочу вам сказать, что вот на примере музыки. У нас какое-то время назад запретили концерты там российской попсы. Я счастлив был тогда, счастлив сейчас. Я вот с утра еду, слушаю радио, и я слышу нашу нормальную музыку, потому что у нее есть возможность появиться сейчас. Тогда ее душили вот этим ужасом. И точно так же мы сегодняшний день будем вспоминать через несколько лет как совсем по-другому. Как какую-то возможность для развития своего. Да, да. Будем надеяться, что на таком оптимизме все и будет продолжаться. Вам спасибо большое за то, что пришли, расставили акценты в тех вопросах, которые на самом деле сейчас в топе запросов того же Google. Поэтому вам огромное за это спасибо. Нагадую еще раз, что сегодня у нас в гостях бываете специалисты, Дмитрий Канарский. Дмитрий Канарский.